Всем привет! Это канал Минион Абдулла. Я сегодня нахожусь в магазине МакМагазин. Это магазин здорового питания. И сейчас вы видите Оксану. Это хозяйка этого магазина. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Мой магазин МакЗдоровье. Магазин продуктов правильного питания находится в Санкт-Петербурге. На Большой Оксанском проспекте 33, корпус 1. Добро пожаловать! Сейчас мы с вами посмотрим, какие здесь вкусняшки есть. Потому что я, когда здесь и попробовал, здесь можно попробовать, продегустировать. Когда попробовал, у меня, я не знаю, такие вкусовые ощущения, такие ароматы. Начнем, пожалуйста, с молока. Давайте. На этой полочке у нас есть 6-8 уже видов растительного молока. Производство чебоксары. Здесь, значит, молочко из пророщенной зеленой гречи, из пророщенной сои, рисовое, овсяное, миндальное, кокосовое. Ну, и новиночки наши – это фундуковое и кедровое молоко. На самом деле, если захотите, потом скину вам рецепт, как самостоятельно в домашних условиях можно приготовить легко и просто. Литр молока. Всего лишь 100 грамм орехов. Оксана, я попробовал молоко фундуковое и кедровое. Это что-то невероятное. Вкус потрясающий. Как будто бы я пил орехи. Это вот именно так можно сказать. Так и есть, да. Я пил орехи. И это молоко долго хранится, во-первых, да? Ну, не очень. Забыла совсем сказать, что это единственный производитель в России, который получил сертификацию и разрешение на растительное молоко для питания детей с трёхлетнего возраста. То есть, вот это вот молоко можно даже детям давать, да? Да. Ух ты, круто. Кстати говоря, я вот когда принёс домой фундуковое молоко, дал попробовать своим, они меня чуть не отобрали. Не отобрали. Да. Я говорю, ну ладно, хорошо, берите, но только мне оставьте. И ведь мы все знаем, что сейчас, ну вообще с рождения у деток есть проблемы, непереносимость лактозы, козеина и коровьего молока. То есть, это очень хороший заменитель и полезный, и белком. Так что, пожалуйста, экспериментируйте, пробуйте. Также в нашем магазине большой ассортимент паст и урбечий из семян и орехов. На этой полочке российский производитель отроил над пастой с разными вкусами, без каких-либо добавок, загустителей. Сахара и прочих. Если есть добавки, то они все написаны на этикетке. Это будут не е-добавки, а натуральные. Ну, мало кто знает, что такое урбечий. Давайте переключимся на урбечий. Здесь предоставлено несколько видов урбечий, также от российского производителя, находящегося на обережных Челнах. И есть такие удивительные вкусы, как вот какао-бобы и лен, кунжут. Вкусов на самом деле очень много. Но у этого производителя есть один маленькая, одна недоработка. Это что касается тары, в которую выбрал их маркетолог. На вид вроде привлекательная и продающая себя упаковка, но не очень практичная для пользователя. Так как, кто знает, паста и урбечий имеют достаточно вязкую и густую структуру. И достать все самое вкусное из всех уголков очень-очень трудно. Например, если мы сравним с производителем другим. Вот, очень грамотная упаковка. Все до самой капли можно легко достать, не прибегая ни к чему. Но здесь же только если задействовать пальцы. Это уже индийский вариант. Индийцы говорят, что нужно есть только руками. Это вкуснее, это действительно так. Но не всегда это получается чисто сделать, особенно не дома. Надеюсь, что они услышат наш комментарий и примут к сведению. Было бы очень приятно. Давайте перейдем на эту полочку. Здесь предоставлена продукция и город есть. Краснодарский край, Кубанский каравай. Они производят 18 видов муки. Такой муки, которую даже уже и не вспомнят. Только, наверное, бабушки, когда раньше пекли пшеные блины из пшеной муки. А вот тут мука конопляная. Это вообще разрешено? А как же разрешено? То есть это легальная мука из конопли? Да. Приходите, здесь есть конопляная мука. Мука миндальная, из красного риса. Елки-палки. Амарант. Я даже не знаю, что такое. А что такое амарант? Только из амаранта. Раньше делали всё до того, как ввезли и начали готовить всё из пшеницы. А вообще амаранты – это очень древняя культура. Что такое вообще? На картошку похоже ли? Ну что? Нет, это вот дикорастущие семена, которые собираются. Они такие достаточно мелкие, своеобразные, но очень богатые на сквален и множество разных веществ. Вот из этих всех видов муки, в принципе, их можно как в выпечку, так и приготовить различные, и в кашу добавить, и конфеты собственные сделать. Перейдём к чаю. Многие употребляют, конечно, чёрный, зелёный и разные китайские. Хотелось бы дать возможность попробовать нашим жителям, попробовать именно крымские травы. Здесь 26 видов чайных сборов, и результат из них действительно есть. А далее множество-множество разных трав, которых знают только, наверное, истинные натуропаты, которые знают, куда их применять, как применять. Но я рада, что множество людей, которые знают, что с ними делать, и используют их, поэтому они у нас в продаже. Вот обычный зверобой тут всего лишь 50 рублей стоит. В аптеках немножко он даже дороже, я думаю, да? Да. Вот так, и здесь много других, и душица тут, лист крапивы, земляника листов, ой, да тут целый бандайк. Вот это вообще находка, гинкобилоба. Гинкобилоба, это я даже не слышу. Никогда не найдёте. А что дальше? А если вы почитаете, это именно... А, тут всё можно прочесть, да? Ну вот я вам сниму крупно, пусть люди прочитают, мы даже не будем говорить, остановить на паузу и почитают. Это колдовство какое-то здесь. Это лаборатория народная. Пух, а жду, захватываю. А главное, что я тут кое-что уже попробовал, это так вкусно. И вот у меня ещё просто глаз сам притягивается к косметике, но выше этой косметики стоят бутылочки. И одну из них Оксана мне уже успела презентовать, дать попробовать и подарить для зрения. Это экстракт пихты. Да. Причём не просто экстракт, а какой-то очень хитрый. Вот Оксана сейчас расскажет. Это изумительное на самом деле вещество, придумали его очень давно в Алтае, и производство это Алтайский край. Это вытяжка из молодых побегов пихты, которые содержат в себе дегидрокварцетин, грубо говоря, вещество молодости. Употребляя его, вы будете всегда бодры, здоровы и веселы. А у вас есть женщин? Я думаю, что это даже круче женщин. Ещё круче? Да. Здесь даже вот так и называется оно, мумиё. Хвойное мумиё. Хвойное мумиё? Да. Понятно. И ниже тут есть ещё... Ещё один. Кстати говоря, не только еда, но ещё и косметика. Это для девушек уже больше, для женщин. Конечно. Это изумительная натуральная косметика, греческая причём. А, греческая. Вот производитель заявляет прямо на упаковке, сколько натуральных ингредиентов используется. Здесь две линейки на оливковом масле и красная линейка на масле-гранатовых косточках. Ну, а также есть профессиональная... Гранатовых косточек? Да. Вот надо же что придумать, да? Косметика имеет такой запах, что её хочется просто съесть. Ну, естественно, в использовании она просто великолепна. Понял. Ну, тут ещё и мыло обычное какое. Да, обычное, натуральное, оливковое мыло. Из Греции. Кто покупал и раньше привозил из Греции, сейчас возможности не имеет, добро пожаловать. У нас оно есть. Да, вы знаете, не надо никуда ехать. Прямо тут сразу со всех стран, со всей России, она огромная. Тут не наездишься, тут всё в одном законе. И вот мне ещё очень интересен вот этот бальзам, вот это какие-то олени тут нарисованы. Это что за бальзамы-то такие? Сейчас, мы безалкогольный бальзам, элитный золотой олень. С, как он называется? То есть, там, наверное, куча от чего, да? Скажу. От всего подряд. Состав понты, морала. Ах, ещё и понты? Экстракт понтов, морала. Да. Ну, всё ясно. Здесь реально такой магазин магический, где можно своё здоровье укрепить невероятно. И получить сибирские какие-то вот эти все вещи. А сибиряки славятся своим здоровьем. Да? Вот так вот. Не большой супермаркет, но есть всё. Да. Очень маленький, уютный магазинчик. И почему? Почему я решил снять вот этот магазин? Мне очень понравилось то, что Оксана не только разбирается во всяких травах и различных вот этих вот всех питательных веществах. Но когда я ей сказал, что Оксане сказал, что я занимаюсь улучшением слуха, она тут же мне подсказала, как сделать массаж головы. Действительно, я стал это делать. И прямо вот, ну, какое-то чудо произошло, у меня улучшился слух. Он и так улучшается, но здесь скорость улучшения улучшилась, у меня появились высокие частоты. Причём так много их стало. Это необычно. И я понял, что здесь, во-первых, получается не только магазин, но это скорее как бы даже клуб здоровья. Здоровая аптека. Куда можно прийти, спросить совет, что от чего, как. И здесь много людей, которые всё это пробуют. Здесь Оксана, это как бы центр вот этого всего. Здесь прямо у неё можно спросить что-то, поинтересоваться и получить очень хороший совет. Спасибо. А теперь давайте покажем координаты. Вот где написано электрон. Макс, здоровья. И вот читайте, что здесь написано. И вот внизу Большой Оксинский проспект, дом 33, корпус 1, телефон и ВКонтакте группа. А здесь такая штучка, вы можете на неё навести телефон, там будет всё сразу у вас высветиться. Огромное спасибо Оксане. Спасибо. Очень приятно. И я сейчас уже становлюсь завсегдотаем этого магазина. Спасибо. До свидания. Всем пока. До свидания. Всем крепкого здоровья.